Принцип «со мной такого никогда не будет» в этот раз не сработал. Молодой человек решил продать машину своему другу. По случаю сделки сообразили на троих. А затем, изрядно подвыпив, сели за руль. Собственно, вёл машину потенциальный покупатель. На повороте он не справился с управлением и врезался в электроопору. В 16.00 примерно они следовали с посёлка Большой Пупино, в сторону новостройки. На данном повороте машину занесло и в задней части они совершили наезд на электроопору. По свидетельству очевидцев, удар был такой силы, что водителя буквально вынесло сквозь заднее стекло автомобиля. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Сидевший с ним рядом друг получил серьёзные увечья и практически сразу же был доставлен в ближайшую больницу. А вот хозяин машины, можно сказать, отделался лёгким испугом. В момент ДТП он сидел на заднем сиденье. Ехали мы километров 60 в час. Ну и 70 максимум. Как бы немного мы ехали. Уцелевший владелец «Мерседеса» даже спустя почти час после аварии по-прежнему находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом у молодого человека шок. Один из его друзей погиб, за жизнь другого борются врачи. Был ли он выпивший? Да. С начала года в городе Брянске пять человек погибли в авариях. Трое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Убедительная статистика. Хотелось бы, но скорее всего не для всех. Слишком велико убеждение, что со мной такого никогда не случится. Виталий Угримов при содействии при службе отдела ГИБДД по городу Брянску. События. Брянск.